Присели тут с мамой отдохнуть, сходили в лидер, купили по-мороженому, поздоровайся со зрителями нашими. День добрый. Сели отдохнуть, у нас тут так красивый такой парк сделали. Перехожу на украинскую. Такий чудовый парк сделали. В общем, тут мы подпочиваем вас с мамой. И тут дивимся, едет такой тракторец, а за ним такая цистерна причеплена. И поливают деревца, ось такие молоденькие, то есть это что кльон, да мам? Такие молоденькие, молоденькие, повисаджували еще восени. И вот там работник с такой шлангою. Сейчас они подъедут поближе, я вам поднимаю. Работник с такой шлангою. Там ходит, каждый деревце поливает. Доброе поливает, старается. Хотя дощик был. Но не большой, они был, но, мабуть, мало того дощика для того, чтобы напиться этому деревцу. Молодцы, такие тут очень хорошие. Парки и лавочки сделали. Как устроили, как устроили. Вона пошла решила трохи поглядать. Вон, видите, там. Не бачу. Это чи то девчина, чи то человек поливает. В общем, повисаджували. Может, вы помните, я вам показывала, как только началась эта строителька. Было строительство, какое тут было. Как было очень много таких кучугур. Явил. Дуже было много техники. А теперь, видите, уже пустили ездить трамвай номер 10. Вон едет прямо до вокзала. Это так чудово. Сев уже, как на такси. Під домом трамвайчик. Трамвай номер 10 ходит. И все автобусы. Дуже много автобусов по цьому. По лініи цей на Рамовице. А ось трамвайчик номер 10. Дуже, дуже, как то кажуть, удобно. Забуло, як це слово на українській мові. Такий тут, великий такий перекресток. Перехрестя. Дуже багато светофорів. В общем, это очень хорошо сделано. Я знаю, что поляки сказали, ну, местные, суседи наши, кажут, что эту трасу ждали очень, очень долго. Мабуть, около 15 лет, пока сделают. И вот, видите, уже сделали. За сколько сделали? Мабуть, сделали, ну, как, с момента, как начали, и как закончили, мабуть, прошел, ну, может, рік трохи больше. Трохи больше. Помните, я вам часто снимала, как я тут иду, и там было строительство. Все мне писали, где ты там ходишь по строителькам. А ось это место, и там наши домики желтого кольору. Ну, очень, очень хорошо управлено здесь. Не здесь, а тут даже сделали дорожку, видите, для велосипедистов, для пешеходов. И ось эта темненькая для пешеходов. О, мама пошла подавиться. Ось это и подъехал в этот трактор с цистерной, с водой. Так, там девчина чи жінка, жіночка поливають рясно. Дуже добре, чтобы деревья росли. Будет очень красиво, зелено. Такое очень зеленое место, очень много парков, очень много озер. Очень стараются. Все, кто, ну, мабуть, кто отвечает за озеленое место, очень стараются. Очень много клумб. Видите, такие клумбы, где трамвайная линия, автобусная линия, и там клумбы, 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 кругом деревья, клумбы, квіти. И, ну, очень-очень красивое место. Я очень люблю Познань. Великое место. Красивое, чудовое. Ну, очень-очень здоровое. Сейчас мама пошла балакать. Может, девчина-украинка, пока она поливает, сейчас мама какие-то вопросы задает. У нас мама не может, чтобы ничего не спросить, чтобы ничего не знать, что это будет не наша мама. Она бесстрашная женщина, как-то скажет. Сейчас мы спросим, что она там у нее спросила. Это что, Диночка, что я ей рассказываю. В общем, вот так. Ось так проходить полив дерев, которые растут на дорогах или вдоль дорогах. Так. Место Познань. Честно говоря, это я первый раз вижу, что на таком тракторе ехали и поливали дерева. Это очень чудово. Вот Диночка поливает, поливает, старается. Я пришла к человеку, которая деревца заливала. Я сразу увидела, что она украинка. Я почувствовала. Серцем почула, так? Я говорю, вы понимаете украинское? Она говорит, так, так. Я говорю, что из Ивано-Франківской области? Она говорит, так. Я родила. Я говорю, боже, родители. 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 Я рассказала, что в 60 своих лет она не имеет работы на своем родине. И вот здесь уже 5 лет. На зиму ехали до дома. Это какое-то зеленое хозяйство? Да, так и называется. По озеленению. Организация по озеленению города. Она платит на квартире, конечно. 430 злотых платит за квартиру. Слава Богу, женщина выглядит хорошо. Ты же ее снимала? Да нет, я ее не снимала, так, сдалеку. 400 злотых, это она, мабуть, комнату снимает, так? Да, да. Квартира 400 злотых не стоит. Это, мабуть, комнату она снимает. Водитель контролирует воду. 10 литров купит, каждое дерево выливается. Ну, там, наверное, у него какая-то программа есть. Раз, и он начал ехать. Да, конечно. Молодцы. Вони тут дуже багато висаживали. И кивиточки, и кусти, и дерева. Вони, как джилки весною. Молодцы. Это ж тут новый такой. Такой. Працюю 16 часов. 16? Так. Поки світовый день. Да ты что? Так это можно впасти. А кто хочет заработать, и в неделю виходит. Предлагаю. Ага. А потом она на зиму еду домой, так? Да. Как на заработках тут. Да, на заработках. Без детей, без человека. Ну, это я не воспитывала. Ну, как и по 16 часов, то не возможно. Хотя уже дети, мабуть, уже доросли. Дуже. Тому 60 лет по 16 часов – это очень тяжело. 14-16. Я говорю, и в неделю виходим, если кто хочет. Не заставляют, но кто хочет. Висажают цветы. Проговоришь, есть что-то. Ну, да. И бурьяни, и цветы, и полить, и обработать. Вони ж тут удобрения, как на украинском удобрениях. Добреева. Добреева тоже засыпали. А потом на будет осень, они их укутывают, одевают, чтобы им было тепленько, чтобы не позамерзали. Мы, как-то говорят, вроде и не бачим эту работу, а мы уже бачим результат, который красивый. Я спросила, даже эти деревья, почему они все одинаковые. Посмотрите, все одинаковые. Она говорит, что такие деревья висаживают, вирощивают специально. Ты видишь? Ну, так. Клюни. Они все одинаковые. Вот эти колодочки. Ну, так, так. Я вижу, где это укрепление, так сказать. Да, да, да. Ну, что же, оно не впало. Витр, бачите, тут бувают витры, его калихают. Так оно его держит, держит. Да, да. Три штуки, бачишь, оно прямо росте ревненько, и никак не страшный ветер. Ну, так. Он дальше, бачите, такая великая клумба, воно на клумбу тепер поїхали поливати. Да, до обеда обед будет. Молодцы. Там они и лаванду, мабуть, висаживали. Може, може. Бригада ціла. Бачите, вона одна тут. Не ходит десять человек. Не хочу сказать, как у нас ходят десять. Ну, у нас в місті Кременчук теж тут дуже-дуже гарно. Дуже у нас зелене місто. Особливо в центре. Дуже багато у нас теж парків. Дуже багато всякого зеленення. Поки ми з мамою сиділи, йшла якась служба. Проверяла якийсь лавочок. Щоб не шкрябалась, вона сказала. Щоб не було зацепок. Бачите? Ось вона тут потрогала, пошурхала. Даже таке є мама. Пошла дівчина. А зараз я вам піду покажу, де лаванда цвіте. Так пахне вже. Ми там проходили, прям дуже пахне. Ось зараз я вам хочу показати, які кущики. Бачите? Це, мабуть, такий розновидий троян чи що. А там лаванди. Лаванди цвіте. Так дуже-дуже-дуже пахне. Аж сюди. Зараз я вам покажу. Ось така тут клумба. Така чудова. Такого кольору. І тут є лавандочка. І ось тут, дивіться. Спасибо. Спасибо. Піляте з усередині. Піляте. Парагу під дерев. Щоб не було бурянь. Зараз дівчинці. Буде літо. Лито, как в конце червца, на начале львца, поедемо с вами до Лавандового поля. В той мировой цели мы ездили с вами, то с этим тоже поедемо с вами, вас обовязково возьму с собой. Вот так выглядит, там где я раньше бегала, где была стройка, вот так теперь это все выглядит. Дуже-дуже чудово, но, конечно, там вот видите эти лавочки, там уже теж какие-то свиньи сидят, какие-то бутылки под алкоголем, такие маленькие пузырьки, я их называю. Я называю тех людей свиньями, которые насвинячили и пошли. Викинчишь ты, зараза, мусорку? Нет, надо кинуть. Вот, видите? Дуже так чудово зробила, и можно так, как ты идешь с магазина, и он там дал-дал-дал-дал-дал-дал. Видите, как очень много озеленения. Мама чекает меня. Привет поближе. День дикий вітер страшный, но тепло на улице. Вчера морижило-морижило, був такий невеличкий дощик. З ранку теж був невеличкий дощик, потом сонечко, але вітереть такий. А такий, знаете, трохи прохолодный, как на море. Всем желаю доброго дня, доброго настрою, а моей Украине перемоги. Мама тоже вам махает. До свидания. До свидания. Всего наиболее. Всего наиболее. Всего наиболее. Всего наиболее. Велосипедная дорожка. Вон там жена из Ивана Франківска поливает. Старается в польскую землю. Идемо, зеленое светло. Вот видите, как сделали. Перехиты, много светлогорёв, много-много цветов. Вам швиденько все показываю. Какой зеленый свет. Тут очень червеный свет. Тут на трамвай. Тут чекаем. Оп. Дуже добрый, уже зеленый свет. Тут два пристанки на трамвай. И еще хотела показать. Смотрите, есть очень большие такие для роверов. И еще нам тут поставили безкоштовный аппарат. Для того, чтобы можно было отремонтировать, або накачать колесо в коляске, або в инвалидном кресле. Вот видите, есть и для роверов. Все, что можно сделать, там и ключики, и всякое. Требедень. Короче, подкачать можно. Дуже-дуже-дуже, как сказать, удобно. Дуже дякую вам за такой аппарат, который есть тут. Ваня катается на велосипеде. Раз, когда лесу спустила, приехал, подкачал. Ну, все очень хорошо. Мама чекает. Я еще хочу пойти купить полунички в кассе. А еще нам тут даже каву и льоды поставили. Такий есть киоск. Очень хорошо. Вот здесь вам покажу. Тоже можно купить льоды, сезти на лавочку или каву и отдыхать. Сейчас я куплю полунички. Купила полуничку, трускавку. Смотрите, какая она великая. А смачная у пани Каси найсмачнейшая полуничка. Вот такая полуничка. Гляньте, какая она. Вона в пив ладошки. Коштует 12 злотых. Солодкая, смачная. У нашей пани Каси найсмачнейшая. А ну, скоштуй. Смачная? Правда, скажешь? Продолжение следует.